Нет денег, воевать не пойдем. Массовая акция протеста мобилизованных из-за отсутствия обещанных выплат. Указа о завершении мобилизации не будет. Забирать на войну продолжат. Бои под Бахмутом все интенсивнее. Пригожин заявляет о продвижении российских войск. Почему я должна выезжать отсюда? Освободите территорию. В Херсонской области объявлена принудительная эвакуация в десятках сел и городов. Как выжить, когда бежать некуда? Прифронтовые села готовятся к тяжелой зиме. Закрытый опрос показал поддержку россиянами войны с Украиной. Но все пошло не по плану. Разве план был? У вас был план, господа, наверху? Об этих и других событиях дня сегодня среда, 2 ноября. Расскажу теперь более подробно. Я, Мелани Бачина. Всем здравствуйте. В Ульяновске первая массовая акция протеста мобилизованных из Чувашии. Они отказались идти воевать, потому что не получили обещанных выплат. Более ста мобилизованных накануне днем во время построения на плацу стали задавать вопросы представителю военкомата о том, где обещанные президентом Путиным выплаты и единоразовое пособие в размере 300 тысяч рублей, которые, как уверяли в военкомате, они получат сразу после прибытия в часть. Им ответили, что претензии не по адресу. Военные на это заявили, что, получается, их просто-напросто обманули. В учебном центре, где находятся мобилизованные, отменили занятия по стрельбе, комнаты с оружием закрыли и опечатали. Позже протестующие опубликовали обращение, в котором сказано, я цитирую, «Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые обещал президент Владимир Путин. Ради чего тогда нам идти воевать? За это государство, оставив свои семьи без поддержки». Акция протеста продолжилась вечером, уже в учебном центре. Мы отказываемся от участия в специальной военной операции, будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом, сказали мобилизованные. Местные СМИ сообщили, что к учебному центру в итоге стянули бойцов Росгвардии и ОМОН, но мобилизованных успокоили. Как именно, не уточнялось. Уже сегодня появилась информация, что резервисты продолжают бастовать, они массово не вышли на занятия. Один из солдат рассказал региональному изданию «Семь на семь», «Горизонтальная Россия», что они ждут на разговор главу Чувашии Олега Николаева. Указ об окончании мобилизации в России Владимир Путин подписывать не будет. Об этом накануне заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сам Путин вслед за министром обороны России Сергеем Шойгу еще в начале этой недели объявил, что мобилизация в России закончилась. С начала этой недели и Путину, и Пескову задавали вопросы. А где же, собственно, указ об окончании мобилизации? Ведь он должен быть, как и для ее начала. Об этом заявляют правозащитники. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже объявил, цитирую, указ не нужен. Собственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. По словам Пескова, указом о мобилизации, который был подписан Владимиром Путиным 21 сентября, в армию планировали призвать 300 тысяч резервистов, и этот план выполнен. Хотя, на самом деле, количество призываемых на войну с Украиной в том указе было засекречено. На официальном российском портале правовой информации седьмой пункт указа расшифровывался как для служебного пользования. При этом источник новой газеты в администрации президента тогда говорил, указ Путина позволяет Минобороны призвать 1 миллион человек. Судя по подсчетам независимых журналистов, с начала мобилизации призвали уже как минимум 492 тысячи человек. После объявления об окончании мобилизации военкоматы продолжали призывать мужчин в разных регионах. Мои коллеги из настоящего времени связались с некоторыми из них. Включились значительную повестку 27-го числа в Атайске и сказали вице 29-го. После этого увидел новостях вроде 28-го числа, что частичная мобилизация окончена и буду призывать только добровольцев. Зашел старший лейтенант и говорит, что мы уже вас писали как мобилизованного. Ну, после отмены мобилизации перепишем на добровольческую службу. Мол, 2-го числа приходите, будьте готовы. Собственно, то, что мобилизация в России, скорее всего, продолжится, косвенно подтверждает и новый законопроект, предложенный Госдуме депутатами от Единой России. Они предлагают ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации с тюремным наказанием до пяти лет. По словам одного из авторов, уголовная ответственность будет наступать только для тех, кто уклоняется от призыва по мобилизации после того, как официально получил повестку в военкомат. Депутат Эрнест Валеев уточнил, что сажать за уклонение от прошедшей мобилизации не будут. То есть, получается, депутаты сейчас готовят базу уже для мобилизации будущей, продолжать которую, как говорят юристы, Путин сможет, не подписывая каких-то новых документов. Столько, сколько захочет. Больше 80 тысяч мобилизованных уже находятся в зоне боевых действий в Украине. Это данные Минобороны России. Более ста человек погибли, утверждает издание «Новая газета Европа», ссылаясь на официально подтвержденные случаи гибели. Реальное количество смертей может быть существенно выше, отмечают в редакции. Это позиции украинских военных под Бахмутом Донецкой области. Небольшая группа артиллеристов, которая входит в состав 58-й мотострелковой бригады ВСУ, удерживает свои позиции. Сейчас здесь идут одни из самых тяжелых боев. Несмотря на то, что россияне снизили темп наступления, у Бахмута очень, с военной точки зрения, выгодное положение. Оно открывает дальнейшие пути в славянск-раматорский Часов-Яр. Именно поэтому российская армия штурмует его. Каждый день здесь погибает около сотни мобилизованных, не считая раненых. Это данные восточной группировки войск ВСУ. В том числе на этом направлении воюют бойцы ЧВК Вагнера. У них стратегия неизменная с мая примерно. Они продолжают под прикрытием своей артиллерии наносить массированные удары по нашим позициям. И сейчас они продвигаются группами, немногочисленными, до 10-12 человек. И это все Вагнер, Вагнер. Владелец российской частной военной компании ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил ранее, что силы Вагнера продвигаются вперед на 100-200 метров в день. И это, по его словам, нормально для современной войны. В последние два месяца Пригожин перестал отрицать, что связан с ЧВК и начал делать громкие публичные заявления. Судя по всему, он борется за место среди российских силовиков, пишет в своем свежем отчете британская разведка. Упорное наступление российских войск на Бахмут создает все больше рисков для мирных жителей, которые остаются в городе и по разным причинам не могут из него уехать. Мы ходим по прошайке, называется. У меня денег 18 тысяч, как на карточке, а получить их негде. Это самые стойкие остались. Вот хоть и говорят, что эти, которые голосовали не за Украину, они все уехали. Остались самые стойкие люди, которые голодранцы, так скажем. Любови Коваленко 65 лет. Она говорит, что очень боится обстрелов, но уезжать из родного места ей тоже страшно и не хочется. Этим холодным утром под грохот минометных обстрелов она вместе с другими жителями Бахмута стоит в очереди за продуктами в Центре помощи. Здесь же люди пытаются получить и хоть какой-то корм для своих животных. Звуки взрывов слышны почти постоянно. Сам город сильно разрушен. В нем нет, как мы уже говорили, ни воды, ни света, ни тепла. Те, кто остается здесь, лишь молятся на то, чтобы выжить. Стреляют. А там, где я живу, там Шей-Боинская часть почти недалеко. И когда-то от Ходорова ходит. Только осудил Богу. Прошу Господа, Господи, спасись, сохрани. Вот что я пока и живая. Между тем, Россия расширила географию организованного вывоза людей из аннексированной части Херсонской области Украины. Окупационные власти называют этот процесс эвакуацией, объясняют ее наступлением в ВСУ и угрозой подрыва Каховской ГЭС. Агентство «Рейтер» отмечает, что за последние недели из региона вывезли десятки тысяч людей. Назначенный Москвой глава территории Владимир Сальдо объявил недавно, что будут переселены жители еще семи районов и наряду с ними сотрудники органов власти и предприятий. Есть достоверная информация, что Киев готовит ракетный массированный удар по Каховской плотине. Это может привести к полному затоплению многих наших районов прибрежных на левом берегу. Поэтому я принял решение о дополнительной эвакуации левобережья, 15-ти километровой зоны. Днями ранее пророссийское руководство заявляло, что так называемая эвакуация завершилась, а сейчас людей централизованно вывозят не только из самого Херсона и правобережной части области, но и с левого берега. 15 километров левобережья – это десятки городов и сел, находящиеся ниже Каховской гидроэлектростанции по течению Днепра. Людей призывают выезжать в аннексированный Крым или в саму Россию. По данным украинского генштаба, оккупационные власти вывозят все архивные документы, а сама оккупационная администрация переместилась из Херсона в Скадовск. На кадрах агентства «Рейтер» из Херсона видны практически пустые улицы, также пустые постаменты памятников российским военачальникам Суворову и Ушакову. Мы рассказывали, что их фигуры недавно тоже вывезли. В городе закрыты многие магазины и предприятия. Немногие, кто остаются, говорят, что растеряны и не знают, что их ждет в будущем. Кто-то просто отказывается уезжать. Почему я должна выезжать со своего дома родительского? У меня жили предки, прадедушка, дедушка, они сами строили. Почему я должна выезжать отсюда? Почему, скажите, пожалуйста, зачем? Я не вижу смысла этого. Я буду здесь до последнего. Затопят? Хрен с ним. Я тут и лягу. Здесь лежат мои предки. Я здесь буду до последнего. Что-то здесь затопит, что-то чего-то. И люди не знали, будет ли наступление, будет ли наступление. Вот это самое плохое для нас людей. Не знание есть, что будет. Вот и все. И люди потекали. Ну, а с ними надо будет текать. Через несколько дней, с 6 ноября, людей из Каховского района будут вывозить принудительно, сообщает российское госагентство РИА Новости, ссылаясь на оккупационное правительство. Местные жители в соцсетях пишут, что российские военные уже начали выселять людей из домов и обустраиваться в них сами. Также жители рассказывают, что в городах и селах армия возводит оборонительные сооружения и роет окопы. Людей призывают выезжать с помощью громкоговорителей. По некоторым сведениям, выезд на личном транспорте из региона запрещен. В селении людей власти Украины назвали этнической чисткой, отметив одновременно, что украинских граждан отправят в Россию, чтобы остановить там демографический спад. Военные эксперты указывают, что Россия, возможно, боится передачи украинцами в Херсонской области информации ВСУ, которые ведут здесь контрнаступление. За последние недели украинская армия уверенно отвоевывает территорию на правом или западном берегу Днепра. Командование в Киеве успехи продвижения в Херсонской области не комментирует. Оно отчиталось только, что за октябрь ВСУ вернули под контроль около 2500 квадратных километров украинской территории. Обвинения в подготовке удара по Каховской ГЭС украинские власти отрицают, подчеркивая, что Москва сама может готовить атаку под чужим флагом, чтобы потом возложить вину на Киев и тех, кто поддерживает его на Западе. Россия возобновляет участие в сделке по экспорту украинского зерна. Это сегодня сначала заявило Министерство обороны, а потом подтвердил и президент Владимир Путин. В Москве пересмотр решений обосновали тем, что власти России благодаря ООН и Турции получили достаточные гарантии от Киева, что он не будет нападать на Черноморский флот, а гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Заявление было сделано после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган информировал законодателей в Анкаре о том, что поставки украинской сельхозпродукции продолжатся с полудня сегодняшнего дня, как и планировалось. А до этого состоялся телефонный разговор между министрами обороны Турции и России. Сообщается и о разговоре президентов. Владимир Путин уведомил Эрдогана, что он хотел бы получить от Киева реальные гарантии, прежде чем вновь присоединиться к сделке. Напомню, 30 октября Москва вышла из соглашения с Киевом, заключенного в июле при посредничестве Турции ООН. Российские власти обвинили украинскую сторону в ударах с применением беспилотников по кораблям Черноморского флота в аннексированном Крыму. Обвинения в этой связи были высказаны и в адрес британской стороны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, что Россия не оставит без ответа участие британских спецслужб в организации атак на газопроводы «Северный поток» в конце сентября, а также на корабли в Севастополе. С предупреждением выступил и МИД России. Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны. И о чем Российская Федерация информировала международное сообщество в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций. В этой связи в ближайшее время в Министерстве иностранных дел России будет вызван британский посол. Лондон называет обвинения лживыми, подчеркивая, что цель Москвы – отвлечь внимание от неудач российской армии в Украине. Освятник президента Украины Михаил Подоляк заявил сегодня, что Москва вернула зерновую сделку, осознав, что этот экспортный коридор может работать и без участия Кремля. Решение Москвы демонстрирует, что шантаж, эскалация и угрозы со стороны России провалились, когда они встретили решительный ответ. Российская армия, между тем, продолжает обстрелы украинских городов. Сегодня утром она обстреляла Николаевскую область. Местные власти сообщают, что разрушены жилые дома в двух районах. По их словам, ситуация на границе с Херсонской областью остается сложной. Там поселки контролируют российские военные, а часть населенных пунктов, несмотря на продвижение ВСУ, осталась в так называемой серой зоне. Шесть человек получили ранения в результате российских обстрелов в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах на границе с Россией Волчанск, Купинск и соседних с ними сел. Также под обстрел российских военных попали населенные пункты в Днепропетровской области. А в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии. Они происходят вне запланированных графиков из-за большой нагрузки на электросети, сообщают местные энергетики. Накануне местные власти Киевской области заявляли, что готовятся к худшему сценарию. Российские военные ракетными ударами по территории Украины вывели из строя до 40% всей энергетической инфраструктуры страны. Такую цифру накануне назвал президент Украины Владимир Зеленский. Ставка России на зиму понятна для всех, а это вызов для всей Европы, сказал он. Прежде всего, речь идет о повреждениях теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и ГЭС. Из-за ударов по энергообъектам на этой неделе без света на две недели может достаться Киевская область. Власти допускают, что в регионе не будет и отопления. В Киеве и Киевской области уже открывают пункты обогрева для населения. В них есть генераторы, а также запасы еды и воды. Это фактические укрытия, где можно находиться в тепле и безопасности. Власти столичного региона Украины призывают жителей делать запасы воды и еды, потому что не исключают полного отключения света на длительные сроки. Об этом сказал глава Киевской администрации Алексей Кулеба. По его словам, Россия создает в Украине гуманитарный кризис, аналогов которого мир не видел 70 лет. Ракетные удары России по энергообъектам Украины в минувший понедельник обошлись в 760 миллионов долларов. Это подсчитала украинская редакция журнала Forbes. Это два годовых бюджета Российской республики Адыгея, пишет издание «Зеркало недели». Президент Украины Владимир Зеленский привел другое сравнение. Удар российской армии по Украине в начале этой недели – это пенсии двух миллионов российских пенсионеров. Они не считаются с расходами на энерготиро. Если посмотреть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России эквивалент более двух миллионов трехсот тысяч средних пенсий по возрасту. И это один удар. Месячные доходы двух миллионов трехсот тысяч российских пенсионеров. Вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили своей войной против Украины. Должна ли Россия продолжать боевые действия в Украине? Согласно данным закрытого опроса, сделанного по заказу Кремля, да. Так считает большинство опрошенных россиян – 68%. 22% опрошенных ответили, что войну следует остановить. Независимые социологи при этом подчеркивают, при оценке соцопросов необходимо учитывать условия цензуры, введенной в Россию с началом войны, и вероятную боязнь респондентами уголовного наказания по статье «Дискредитация армии». Впрочем, о том, что большинство россиян поддерживают войну еще летом, сообщали социологи ВЦИОМ и ФОМ. Правда, эти центры обычно не упоминают, сколько россиян отказалось отвечать на вопросы. А вот прохожие на улицах Москвы согласились ответить на вопрос моих коллег, в какой момент они поняли, что так называемая спецоперация пошла не по плану. Мне кажется, все идет совсем не по плану, и все пошло не по плану почти сразу, когда Киев не был где-то за три дня и не был проведен парад в Киеве. У нас генералитет, у них, по-моему, дерьмо вместо мозгов, простите за выражение. Но идет не по плану. Это видно по нашему отступлению, наступлению. Да, по-моему, все идет по плану. Просто берегут мирных жителей. Конечно, не по плану. Надо было сначала страну хорошенько укрепить, а потом уже за войну браться. Ребята, ну кто же это может определить? Это вы, дайте, Владимир Владимирович спросите. По плану идет? Мне кажется, да. Все не по плану пошло, и все идет не по плану. Я так считаю. Я против войны. Разрушить Россию, он по плану прямо идет. Закрытие. Сейчас вот в метр была, в магазин. Там половина товаров нет. Похоже, скоро закроется. И нас закроют всех. Один Путин в бункере останется. Разве план был? У вас был план? Господа, наверху. И к другим событиям. Северная Корея сегодня впервые запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей. Всего, по информации южнокорейского агентства Ренхаб, КНДР выпустила в сторону Японского и Желтого морей не менее 17 ракет и 100 артиллерийских снарядов. Одна из ракет впервые после окончания Корейской войны в 1953 году пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей. Она летела в направлении острова Лындо и упала в море примерно в 170 километрах от него. Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что запуск ракеты через морскую границу является по сути территориальным вторжением со стороны КНДР. Сеул в качестве ответа произвел пуски трех ракет в море через морскую границу. Япония также выразила протест Пхеньяну и созвала Совет национальной безопасности. Пуски совпали по времени с проходящими в районе корейского полуострова учениями ВВС США и Южной Кореи. Пхеньян ранее требовал прекратить учения, не пригрозив ответными мощными мерами. В Израиле на выборах в однопалатный парламент КНЕССИТ побеждает консервативный блок во главе с экс-премьером Беньямином Нетаньяху. Голосование прошло накануне. Это были уже пятые выборы в стране за последние три с половиной года. Явку называют сравнительно высокой – более 71%. Согласно предварительным результатам, оппозиционная партия Лейкут, Беньямин и Нетаньяху и ее партнеры получают 65 мандатов из 120 мест в КНЕССИТе. При этом Лейкут – ведущая сила правого лагеря. У нее 31 парламентское кресло. За сторонниками экс-премьера на втором месте – Центрийская партия будущего – Еш-Атит, который руководит действующий глава правительства Ейр Лапит. И Нетаньяху и Лапит уже выступили с заявлениями. «Останавливаться мы не собираемся. У нас нет такого намерения. Каждый гражданин Израиля – светский или религиозный, левый или правый, еврей или араб, гетеросексуал или представитель ЛГБТ должен знать сегодня, что мы продолжим бороться за Израиль, чтобы он был еврейским и демократическим, либеральным и прогрессивным государством». «Мы все еще ждем окончательных результатов. Но одна вещь уже очевидна. Наш путь – путь Ликуда себя оправдал. Я напомню, что получил на прошлых выборах 52 места. Сейчас мы на пороге очень большой победы». Всего в Кнессет баллотировались кандидаты от 40 партий. Бениамин Нетаньяху, как отмечается, в дальнейшем попытается сформировать крайне правую религиозную правящую коалицию. 73-летний политик ранее возглавлял израильское правительство несколько раз в общей сложности более 15 лет. При этом он до сих пор находится под судом по обвинениям в коррупции, но вину отрицает. Что ж, на этом у меня сегодня все. Будем и дальше следить за развитием событий, держать вас в курсе того, что происходит. Вы подписывайтесь, заходите на наши странички в социальных сетях и, конечно, берегите себя. Я Мэлла Небачина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова